Слушай, ты бы поучаствовал в поп-ММА? Ты можешь вместо меня против Сульянова выйти? А ты хочешь с ним бой? Амиран Сульянова постановил, скажи честно. Да нет, нет. Он внезапно... Слушай, я посмотрел с Сульяновым разговором. Чё думаешь? Слушай, ну ты уверенно держался, зная, что ты говоришь. Ты просто выглядел уверенно, потому что ты говорил то, что... Как есть. Накопилось. А он живет в какой-то, наверное, своем мире вымышленном. А так бывает. Так бывает. Когда долго у тебя успешно все, вот к сожалению, блять, так возникает. И побороть это невозможно. И у меня так было. И у тебя так было. Ну вот видишь, ты залетел... Понимаешь, мы залетаем как творческие люди во всю движуху. Нам как бы интересно. В первую очередь, там, не знаю, контакт с людьми, первые вот эти эмоции. Да не, ему тоже это интересно. Он любил спорт. По процентам. Но просто он уже зашел во все это как бизнесмен, понимаешь, успешно. Ну да. Бизнесмен, да. То есть он уже зашел туда с цифрами сто процентов. Опять же, тут сложно что-то говорить, когда у человека такие проекты, и они успешны. Слушай, ты бы поучаствовал в поп-ММА? Слушай, если честно, я об этом думал. Я, правда, ну, желание такое имеется. Да ладно, а с кем бы ты попиздился? Я бы хотел, типа, пойти, ну, с кем-то, знаешь, хотелось бы, чтобы была какая-то ситуация. Например, с Бастой, да? Ну, типа, да. Вот хочется, чтобы реально был конфликт. То есть пойти просто подраться с каким-нибудь там, не знаю, недоблогером, мне совершенно не интересно. Я хотел бы что-то такое, ну, situation. Вот у меня была ситуация с... Брос, в Черкасов попиздился бы? У меня ситуация была с Райзеном, но просто, ну, я не могу пойти с Райзеном драться, потому что, ну, он меньше. Где, ну, она даже одна сильная. Вот Черкасов в твоей комплекте, с ним бы попиздился? Нет, ну, нет. Я не хочу на таком промоушене выступать. Брос, а ты можешь вместо меня против Сулианова выйти? А ты хочешь с ним бой? Нет, какой бой, блядь. Шо и подулся. Ну, он же боец. Только словесный. Ну, да. Не, ну, он серьезный, мне кажется, соперник. Да, он всю жизнь тренируется, конечно. Ну, вот. И у меня не было с ним конфликта. Да нет, я бы как раз таки это на самом деле и рассматривал из всего, что есть вообще в ВСП ММА. Я бы вот, наверное, поучаствовал именно в хардкоре. Где, на кулаках или где? Нет, ну, на перчатках типа по боксу. Не именно бокс, а вот в таких небольших перчатках. Вот я бы вот… Ну, кому у тебя есть ненависть, вот прям злость такая? Кого бы ты разъебал? Хотел бы? Да никому. Не знаю. Можно такие серьезные темы маникюр свой не смотреть? Надо думать. Короче, этот… Мне просто нравится кринжатина. То есть мне не хотелось бы выступать в нашем деле больше кринжатина. А ты бы вот хотел реально поучаствовать, по-моему? Ты бы вот Сульянова реально вызвал, пошел бы с Сульяновым. Если бы ты был в нормальной форме, поход бы Сульяновым. Я бы не самую биться, блядь. В такой нормальной форме. Мне до его формы еще лет пятнадцать, наверное. Это при условии, что тренироваться не будет. А почему ты так… Я бы, знаешь, с кем похуярился? Стуки-тук. Слышь, ты почему ты так к Асиму относишься? Ты почему так это воспринимаешь? Если медиалига, надо обязательно уметь играть в футбол. Пойти подраться, уметь драться. Один раз попал нормально. Этого достаточно будет. Пускай тебя ушатают. Перевернуты. Ты попробуй так, ладно? Вот как сказать. Я к этому готов. Типа, я совершенно не боец. Да нет, ты просто не понимаешь. Я и спорт – это две разные вселенные, блядь. Вот вообще, блядь. Короче, тут… Я бы хотел вообще его и посмотреть. Рэгбиста против Сулиана. Я думаю, что тут бы… Я думаю, что рэгбиста. Ну, на кулаках – да. А в борьбе… Да, если на борьбе, то, наверное, то ли были шансы. Опять же, я не знаю, насколько там серьезно, когда он там делает спарринги с пацанами, с бойцами, насколько они с ним серьезно борются. Может, они ему поддаются? Да. 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 Да.